Привет, дорогие мои друзья! Неспаянных наборов на Алиэкспрессе осталось не так много, поэтому я решил сделать первый шаг навстречу микроконтроллерам. И заказал Ардуино, которое находится в этой посылочке. Поэтому давайте посмотрим на него. Здесь у нас находится вот такой вот пластиковый чемоданчик. Классно выглядит. Прикольно, что всё в чемоданчике не будет валяться. Очень удобно. Поработал, собрал, убрал. Очень классно, много места не занимает. Но здесь много всего. Основной компонент это конечно же Ардуино Уно. Так вот она выглядит. С одной стороны, с другой стороны. То есть сюда мы записываем программу и она соответственно выполняется в микроконтроллере. Дальше давайте посмотрим. Идёт дисплейчик в комплекте. Вот такой вот дисплей. Немного светодиодов. Резисторы здесь. Различные многосегментные индикаторы. Переменный резистор на 50 кОм. Набор кнопочек. Также здесь в пакетике лежит бузер. Фоторезисторы. И на этом первый ярус закончен. Но здесь есть второй ярус. Тут тоже очень много всякой электроники. Вот такой вот модуль есть. Вот такая вот плата с кнопочками. Ну то есть на эти кнопочки можно вывести различные цифры, например. Следующая плата. Этот модуль нужен для работы часов. Ватэ-сенсор. Ну то есть водный сенсор, судя по всему. Когда вода есть одно сопротивление. Когда воды нет, сопротивление равно нулю. Ну и соответственно при помощи этого датчика можно измерять уровень воды. Следующий модуль нужен для бесконтактных ключей, карточек. Ну и при помощи этого модуля можно, например, сделать электронный замок на Ардуино. Ух, как много здесь всего. Я даже не думал, что здесь такой большой набор. Шаговый двигатель. Что-то похожее у нас используется в 3D принтерах. Можно сделать, чтобы он что-нибудь открывал-закрывал. Какой-нибудь клапан. В общем, применений можно найти кучу. Тут также есть сервопривод. А это у нас джойстик. Прикольный модуль. Можно чем-нибудь управлять. Также имеется модуль с микрофоном. Модуль с реле. Реле здесь 10 амперное. Еще какой-то датчик. Не знаю, на что он реагирует. Скорее всего, на дым или на влажность. Тут у нас RGB светодиод. То есть он может гореть, моргать разными цветами. Бесконтактный ключ. Пульт дистанционного управления. USB кабель для подключения Ардуино. И целая куча различных проводов. А также монтажная плата, где мы сможем все эти элементы соединять воедино. Программировать Ардуино. И получать какие-то уже готовые устройства. Рукоятка от джойстика. Не показал вам ее сразу. Вот так вот он выглядит в полном варианте. Ну и 9-ти вольтовая питалова, на всякий случай. Если потребуется портативность. Белая карточка есть в комплекте. Это то же самое, что вот этот бесконтактный ключ. Работают одинаково. Собрал самый простой замок, который будет работать на бесконтактном ключе. То есть из чего он состоит? Рфит-считыватель, реле и плата Ардуино, соответственно. Как подключать я вам объяснять не буду. Если кому-то интересно, оставлю ссылку на этот проект. Там посмотрите, все написано. Я лишь продемонстрирую вам, как он работает. То есть смотрите, есть у нас белая карта. Белой карты нет в списке контроллера. И синий вот такой ключ. Ключ я добавил. То есть код ключа добавлен в контроллер. То есть если мы подносим карту, у нас ничего не происходит. Код карты не идентифицируется. А вот если мы поднесем синий ключ, то у нас срабатывает реле, который отпирает нам замок. То есть сюда может быть подключено что угодно. Либо это электромагнит, либо соленоид, либо еще какой-то механизм отпирания. То есть те коды, которые у нас добавлены в контроллер, они будут отпирать замок. А те коды, которые не добавлены, срабатывать соответственно не будут. Собирается такой замок очень быстро. За 5 минут давайте переместимся на компьютер. Я покажу вам как выглядит скетч, то есть программа, которая записана в микроконтроллер. Вот так вот выглядит программа Ардуино и записанный в контроллер скетч. Перед вами текст. Я его сейчас пролистываю вниз. И вот такой вот он небольшой. То есть по идее, чтобы собрать такой замок, нужно скопировать вот этот текст, ставить его себе в программку Ардуино и отправить на микроконтроллер. Здесь в инструментах мы выбираем компорт, к которому подключен Ардуино, плату Ардуино. В моем случае это Ардуино Уно. И нажимаем вот эту вот стрелочку. Все, после чего идет компиляция скетча и программа отправляется в контроллер. Загрузка завершена, это значит, что замок готов к работе. Для того, чтобы микроконтроллер работал с определенными устройствами, в него должны быть залиты библиотеки этих устройств. За библиотеки у нас отвечают вот эти вот строки. То есть здесь добавлена библиотека SPI и RFID. Добавить их можно во вкладочке скетч, подключить библиотеку. У меня монитор 4К, поэтому вам не видно. Здесь внизу списка у меня есть библиотека RFID и SPI. Их просто выбираем из списка и все готово, они подключены. Как видите, здесь целый список различных библиотек. И если у вас в списке нет нужной библиотеки, можно скачать из интернета, добавить zip-библиотеку, либо зайти в менеджер библиотек и поискать здесь по названию. Теперь давайте разберемся, как добавить сюда интересующий нас ключ. Вкладочка инструменты. Здесь выбираем монитор порта. Открываем. И теперь смотрите, подношу синий ключ. У нас пишется доступ разрешен и код ключа. Теперь подношу белую карточку. Точно так же номер карты высвечивается и написано доступ запрещен. Так вот, для того, чтобы разрешить доступ, нужно поправить вот эту вот строчку. Ввести сюда ключ, которым будет открываться замок. То есть сюда можно добавить хоть сколько ключей, и они все будут открывать ваш замок. После того, как микроконтроллер запрограммирован, его можно питать не обязательно от USB порта. Питать можно от любого блока питания, либо от батарейки. Это уж как вам угодно, все зависит от проекта, который вы создаете. То есть главное его один раз обучить, и он будет работать на протяжении долгого времени. Для наглядности давайте подключим мультиметр. В режиме прозвонки мультиметр. То есть сейчас, когда реле будет срабатывать, мультиметр будет пищать. Подносим ключ. И мультиметр пищит. Вот такое вот вводное видео у нас сегодня было по Ардуино. Если тема вам интересна, пишите об этом в комментариях. Мне нужно знать, делать дальше на эту тему видоса или не делать. Ну а также, если оно вам понравилось, то поднимайте пальцы вверх. Кто не успел подписаться, обязательно подписывайтесь на канал. А с вами был Александр. Желаю вам добра, удачи, позитива, хорошего настроения. Пока-пока.